Итак, друзья, если вы наткнулись на мой видеоролик, значит у вас такая ситуация, что вы попали в затрудненную финансовую ситуацию, оказались по случайности оформления подписки, доната, приложения, покупки, неважно. Есть два пути возврата ваших средств. Первый путь – это путем сообщения через квитанцию, сообщить о проблеме, когда придет вам на почту. Второй путь – по техподдержке, по ссылке, которая будет закреплена в комментарии под видео и под самим видеороликом. Начнем с того, что квитанция не всегда приходит, она может быть на следующий день, через два дня, по-разному, в зависимости от выходных. Техподдержки. Когда вы перейдете в техподдержку, что вам нужно? Вот эта ссылочка будет закрепленная в комментарии под видео и под самим видео. К примеру, вот обращение в письме. Что вы должны будете написать? Первое, что хочу обратить внимание, если вы с России, Белоруссии, у вас есть контактный центр для техподдержки, вы можете как позвонить, так и написать на своем родном языке туда в техподдержку. Если вы с Украины, как я, вам нужно писать на английском языке, потому что у нас нет техподдержки в стране. Вот, вы вводите текст, который я вам заготовил, примерно вы берете его за основу, переводите и отправляете на английском языке с вашей учетной записи, которая является вашим Apple ID. Пишите, здравствуйте, помогите, пожалуйста, решить проблему с возвратом средств. Ситуация ужасная, я обнаружил, что с моей картой списали деньги на сумму, какую там вам нужно. И, ну, естественно, правдивая сумма должна быть за донат. Я смотрел или же позвонили оператору, там, выбирайте сами по квитанциям, это за донат, за какие-то игры. Это мой или моя младшая сестра, брат, там, неважно, выбирайте кто, кто-то с ваших маленьких родственников, помогите вернуть мне деньги. Я обещаю такого не повториться, поставлю двухфакторную аутентификацию, чтобы избежать такой ситуации. Извините, пожалуйста. Этого будет достаточно взять как за основу то, что поможет вам вернуть средства и не пойдут вам на уступки. Если же это будут за приложение, точно так же вы действуете по письму, только указываете за приложение ту же сумму, которая за приложение. Это если вам не пришла квитанция и нужно срочно обратиться. Вы обращаетесь примерно с таким же самым письмом. Второй способ, это по квитанции. Когда вам пришла квитанция, нужно сообщить о проблеме. Как будет выглядеть ситуация, когда вам придет на почту письмо, вот как мне пришла квитанция за приложение, к примеру, я полностью до конца не буду делать, вам нужно сообщить о проблеме. Вот. Сообщаете о проблеме, вы здесь пройдете верификацию по Touch ID или Face ID, неважно. В моем случае это Face ID. Проходим верификацию, нас перебрасывают конкретно на это приложение, мы будем оформлять жалобу, что у нас произошло. Выбираем под первый пункт, это возврат средств. Второй пункт, за что? Эта покупка была совершена случайно или же этот товар, купленный продукт, не соответствует описанию. То есть вот примерно такое. Выбираете, жмете далее. Вы нажимаете только вот отметить приложение данное и ваши действия только нажать отправить. Все. После этого в ваших покупках приложение, которое появится, или подписки, что это будет, вы отправите такую-то жалобу. Потом вы увидите, то по вашим покупкам или подпискам будет возврат. То есть когда вы зайдете, вы увидите красненьким возврат. Вы когда зайдете по учетной записи, подписки, вот, или там же история покупок, вот, и где-то делал возврат, и у вас, вот видите, я вот по Nightcam, у меня возврат красным светится, у вас примерно так же будет возврат. Это значит, что возврат одобрен, и вам останется ждать только деньги. Обычно от 3 до 10 дней они идут. Если это попадает возврат, который на выходные, может затянуться и до 14 дней. То есть деньги придут 100%, как вы увидите, возврат. Это помимо того, что вам ответят на письмо. Также обращу ваше внимание на то, что деньги вернутся туда, откуда вы совершили покупку. То есть с какого счета были сняты деньги, на тот счет и придут. Вот и все, друзья. Здесь ничего сложного нет. Я понимаю, что есть люди, которые намеренно делают там донаты, какие-то покупки, возвращают потом деньги. А есть люди, которые случайно это сделали, и им это очень не нравится, скажем так. Поэтому я обращаюсь к тем, кто делает намеренно донаты, возвращают. Не делайте этого часто, более двух или трех раз, потому что это грозит тем, что вам просто заблокируют вашу учетную запись в игре или же вообще в целом. Потому что это злоупотребление возможностями, теми, которыми я вам говорю. То есть это будет неправильно с вашей стороны. И если вы вдруг получите такой бан, не надо винить в этом меня. Потому что сугубо вы виноваты только сами в этом. Вы злоупотребляли этим. Поэтому рассуждайте здраво. Хочется вас попросить делиться этим видео с вашими друзьями, близкими и знакомыми. Ставить лайки, оставлять комментарии, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Помогите мне продвигать мой канал. Закрепляйте ссылки в ваших соцсетях. Давайте небольшое описание. Для меня это будет очень приятно. Я для вас стараюсь. И вы для меня немножко постарайтесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok